Привет, господа танкисты! Сегодня разберем очередной реплей боя игрока, сыграющего на машине Concept1B, карта Lassel, встречный бой. Прокомментируем, что тут будет проходить в данном бою, потому что, сразу скажу, тут будет что-то нереальное, примерно, примерно с нереальным. Кстати, пробежимся по боекомплекту нашего игрока. Что он здесь поставил? Поставил он здесь 19 бронебойных, ой, подкалиберных снарядов и 19 кумулятивов. Кстати, кумулятивы, ой, подкалиберы сколько тут пробивают? 258, а кумулятивы пробивают 310. То есть, 310 пробития, кумуля, это не так уж много, но, типа, играя на 9 уровне, это до головы хватает, в принципе. Плюс еще, плюс еще к тому, что игрок играет против девяток, поэтому ему не составит тут труда пробивать любой танк. Я думаю, он даже, скорее всего, их заряжать здесь не будет, потому что не особо не нужна такая надобность, наверное. Нету такой надобности стрелять кумулятивными снарядами против девяток. Ну, типа, любая девятка тут пробивается, кроме, конечно, паза 257 в лоб и то. Ну, не в лоб, типа, а в башню, но есть всякие такие, как лючки, так что спокойно все будет пробиваться в лючки. Кстати, противники уже базу берут, счет 2-0, каким-то чудом произошел, непонятным. Уже ПТСА у восьмого уровня убили, и ЛТшку 12-го убили. Плюс уже базу берут, какое-то странное обстоятельство, но я думаю, сейчас они легко выйдут, собьют. Конечно, про концепт 1Б. 1Б, я не помню, за что выдавали, если честно говоря. Нет у меня какого-то такого... То ли за ранговый, то ли за какой-то... Так, я пропустил, как он стрелял, ну и ладно. В общем, за что-то его давали спецом, поэтому сейчас его приобрести, по-моему, нельзя. По-моему, его нельзя. За боевый пропуск, за жетоны его нельзя получить, его, по-моему, сейчас вообще нигде нельзя получить. Так что, кто получил, то получил. Одно я знаю точно, когда про него, что башня у него достаточно крепкая, вот эта часть. И лючок такой маленький, чтобы туда попасть, ну, проблематично. Но корпус, конечно, хорошо пробивается, как мы это видим. Даже ВЛД пробил Леопард. У Леопарда пробитие сколько там? 250. Ну, он даже ВЛД пробивает. Так что, в принципе, от бортам может танковать, но... Но не всегда. Всегда у него сколько? 4 поражения подряд. Сейчас посмотрим, будет это поражение или не будет это поражение. Так, сразу кое-что сделаю сейчас. Эту штуку уберем, потому что обводка здесь плохо работает. Кстати, ВК-101П на обычной пушке играет, поэтому... Который, если там игрок не супер скиллованный, потому что, ну... Пушка у него не топ. Но, кстати, прячется он нормально, то есть... Танкует, типа, от бортов. Все дела. Так, наш игрок уже кумулятивный заряд заведил. Чтобы ВК-101П хорошенечко пробивать. Ну, в принципе, и правильно сделал. Потому что, как бы... Потому что, как бы, правильно. Так, выцеливаю тут хорошо щечку. Пробивает туда отлично. Странно, как я так на БДЛД не пробил, непонятно. Кстати, счет 3-7. По количеству хп, вроде... Ну... Плюс-минус одинаковое. Но вот... По количеству танков... Данного игрока... Команда маленько проигрывает. Если быть точным. Ой-ей. Ой, 257 пытается просадить. Странно, как-то стандарт вышел. Минус 1000, а вон на вышел. Вышел на минус 1000. Очень, очень даже, значит, замечательно он вышел. Так, ну я так понимаю, он все ВК-то хочет выцелить. Да, он все пытается по ВК выцелить. Пострелять, но не особо у него получается. Да, кстати, ВК пробил шоутор. Стоковая пушка, он его пробил. Так, игрок принимает решение запушить 257-го. Тут шотная фаза. Шотный ВК это все пытается выходить. Он, кстати, у него ходит. Я думаю, он еще фазу будет забирать. Да, фаза отлично. Бортом башни стояла, поэтому он его прикончил. Ага, ага. Что будет дальше? А что будет дальше? Так, арта промахнулась, отлично. Я так понимаю, ВК еще КД, поэтому он спокойненько выходит. ВЦ левый ТНЛД и, да, спокойно забирает. Саша, кстати, у нашего игрока уже 3583 урона. Пош пытается ворваться в 430-го. Даже не смотрит туда, странный Пош. Ой, странный 430-й наш. Куда он смотрел, блядь, он что, на мини-карту не видел? Может быть, он спал, конечно. А может быть, Аша ушел, допустим, его мама позвала. Как вариант, допустим. В принципе. Ну, либо он, типа, пошел борщ есть. Либо рассольник, я не знаю, что он там пошел делать. Ну, в общем, и в целом говоря, не важно. Ой, борт подставил, но наш игрок не попал. Кстати, у нашего игрока какой никнейм? Пловы 2012. Так, ну я же надеюсь, 2012 это не год рождения. Потому что если 2012 год рождения, то для своего роста играет он достаточно неплохо. Ну, скорее всего, это год регистрации. Скорее всего, это год регистрации. Блядь ли в 10 лет, типа, у чела на аккаунте концепт 1б есть. Только, конечно, если не батин аккаунт. Так, он, кстати, стрелял, как-то непонятно. По-моему, он, ну, мимо проехал, стрельнул. Так, образец, так понимаю, будет тигрюшу забирать. Ой, образец, кстати, альфа не прошла, 220 всего лишь. У него же на 240, по-моему, средняя. Еще и арта промахнулась. Так, наш игрок все каруселит. Ну, не каруселит, а просто догоняет образца. Образец вот что-то пытается кого-то сделать, кого-то выватить. Да, и он все-таки тигра забирает. Кстати, наш игрок остается 1, 2, 1, 6. А что же будет дальше? Мм? А я знаю, что будет дальше. А сейчас посмотрим, что будет дальше. Смотрите и наблюдайте. 1, 6 остался. И у него 540 кп осталось. Так, он принимает какое-то решение непонятное для меня. Он, видимо, пытается как-то объехать, чтобы его никто сейчас в спину ему не заехал. Как-то так. Да, либо он просто пытается держать дистанцию от образца и плюс от тех танков, которые на него поедут. Да, но тут он не учился, захват базы начался, потому что либо это образец стал на захват, либо это кто-то уже другой. Мог, в принципе, хоть кто угодно приехать. Хоть Юдис, хоть вот это ЛХМВТВ, блин. Ну, то есть, реально, хоть кто мог приехать. Странный эмиль. А, он его не светил жопой. Понятно. Так, сейчас, кстати. А, ИСУ простреля была. Он прострелил у ИСУХи был. Да, он был прострелил у ИСУХи, но ИСУХа, видимо, все-таки не это. Не среагировала и не выцелила его. Образец выкатывается. Ой, хорошо забирает. Хорошо забирает. Ну, в принципе, даже если образец бы сейчас попал бы и пробил бы, он не был бы шотный для него. Так, стоит здесь, ждет. Может быть, то ли какой-нибудь... ЛТХ... Сколько у ЛТХП? О, ЛТХП показывает, что фуловый, но это не факт. Потому что там вне отрисовки, может быть, был уже. И поэтому он мог уже, в принципе... В принципе, он мог уже быть не таким фуловым, как сейчас показывает мини-карта. Так, ну, узнает, где арта. Ну, узнает, где арта. Решил все-таки проехать вперед маленько. Хреново. Ой, вот он. Странно. Ух ты, блядь. Юдус, да, фуловый, слушайте. И пробивает он. А он шотный остается. Надо, чтобы Юдус его не пробивал сейчас. Потому что, если Юдус его пробьет, то все. ГГ. Да, Юдус не пробивает. Отлично. Но все, ну, я так понимаю. Блядь, аж слюну подавился. Я так понимаю, он его сейчас убивать будет. Да, и он спокойно его убил. Так, ну, я так понимаю, он Исуху боится. Боится Исуху, но ему надо все равно отъезжать. Потому что... Уж арта может переехать и его, как бы, ну, прикончить. Вариант. Но он боится от трупа отъезжать. Потому что, если он отъедет, может засветиться и умереть. Он делает на этот аспект, я так понимаю. То есть, он боится выехать. В общем и целом говоря. Так, а-а-а-а. Кстати, блок базы. То ли арта, то ли Исуха подъехала. Исуха вряд ли, кстати, потому что, ну... Она бы не успела за такой короткий промежуток времени так быстро приехать. Скорее всего, это кто-то из арты сделал. Так, он съехал. И она съехала. Но она что-то съезжает и опять... И опять становится. Блин, а, кстати, он так проезжает. Там же могла быть Исуха. Так очень опасно проезжает. Потому что Исуха-то... А, Исуха шотная. Да, но он очень жестко рискует. 7-300 урона, кстати. У него 7 фрагов. Ой, а так они вдвоем встали. А, ну все понятно. Они оба на захвате. Короче, пока он время протянул. Зато он теперь знает, где они оба стоят. Так, ну да, правильно дело, что Исуха выцеливает. Потому что Исуха в приоритете, так сказать. Так, откатывается. Потому что ГВТ, наверное, на него сводится. А у него 149 хп. И поэтому, если он здесь будет выкатываться, то, конечно, она его прихлопнет. Есть такая вероятность. Да, но вроде хорошо, что... Что он не глупый. И решил не выкатываться вперед. Он решил зарядить фугас. Сколько, так сказать, у него фугасом? 500 он дает или нет? 515, по идее, дает. По идее, дает. Вот вопрос только, даст или не даст. Конечно, это да, тоже непонятно. Так, решает все-таки здесь выкатываться. Ну, надо резко выкатываться, потому что... Потому что, да. Ой, отлично. Что? А, он перезарядил на кумоль. Да, он не стал рисковать. Короче, перезарядил на кумоль. И спокойно забирает. А вот такой вот был бой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...